всем привет дорогие друзья с вами бэтплея это подкаст номер 5 на русском языке команды bait с несменным как на миде так и на подкастах товарищем и шутиным легендой доты он же недорожденный он же данила кипяток привет 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 даня мы прервали лустрик по этому поводу было как всегда много шума вот ты как отошел полегчало тебе камень упал с плеч из груз груз как чувствуешь уже или все пропало да и не было груза я понимал что это неизбежно неизбежно что есть только путь наверх есть только путина а вниз это что такое если это не путь вниз до падение у нас мы долго не записывали подкасты давно такую паузу выдержали у нас много чего произошло и в команде за это время и не только в команде но и вообще в целом в доте в киберспорте и так далее давай начнем по порядку у нас был состав гостик ренат леброн пикс калибур потом пропал у нас андрюха и мы играли с заменами вернее ренат пропал мы это вот обсудили андрюха пропал мы это обсудили и затем из команды ушли экскалибур и леброн причем ушли одновременно мы конечно об этом написали ты об этом тоже написал твит но все таки хочется поподробнее немножко узнать потому что леброн стив пришел ушел получается так вот он как бы пришел и ушел поиграл не получилось и ушел а с леброном есть определенная история все таки леброн это игрок состава еще со времен м.р. до организации бейт и в целом история дэнди леброн она довольно таки богатая с точки зрения игровой с точки зрения медийной как произошло так что вы все-таки разбежались с леброшей мы со стилом естественно почему так и я честно скажу раз после того как закончились турниры и мы везде проиграли начал рассматривать глобальные перестройки ну как бы все были за это то есть это не конкретно мое решение как командное решение что нам нужны большие перемены и ну как бы мы не готовы продолжать играть также потому что просто уже не было скажем так видно было что команда именно в таком составе работать не будет вот это все понимали и я начал рассматривать абсолютно все разнообразные варианты которые только можно я держался за всех игроков до последнего я считаю то есть пытался с ними как-то что-то перестроить сделать это дали решение по поводу леброна но ну обоюдное в том числе это джеб сказал леброновое решение то есть он сам вот понял что так будет лучше для него в первую очередь но и для команды в том числе то есть это его решение а я в свою очередь искал разные варианты мы тесли разных игроков то есть я рассматривал игры там и с андрюха и чтобы мы дальше могли играть и с леброном и с экскалибром и сори на там то есть какие-то связки может кто-то этот и этот а там этот и это там допустим гоночку извините перебью прости ты говоришь андрюха рассматривали но андрей же ушел как как это рассматривать он он как бы ушел но не ушел получается андрей был тоже готов играть при определенных каких-то глобальных изменениях понял и как ты смог прийти двум задротом из голландии и германии о которых мало кто вообще что-либо знает кристаллис и файфап которые недавно вот показали себя с очень по мнению многих в комментариях и везде с очень хорошей стороны и вселили в людях людей вернее уверенность в своих там навыках умениях как ты их нашел и как происходит вообще сейчас команде все все-таки голландец немец и два белоруса ну скажем так провел работу по поиску игроков на разные роли да то есть на абсолютно все роли я рассматривал и на мид том числе и начали ну то есть я начал скажем так выстраивать до коллектив то есть за что-то хвататься и от этого строить и так получилось что подразвалилась немного команда в которой играл фишман кристаллис и файвап а до этого там играли я так понимаю просто кристаллис и файвап ну мы решили с ребятами вместе попробовать вот и мне очень понравилось я увидел потенциал огромный и у этого коллектива могу сказать что ну то есть сложно было на самом деле потому что пятерок практически не было на сцене и четверок практически не было и мидеров были варианты по керри ну в общем да то есть не так многое было вариантов вот и поэтому было очень сложно мы попробовали некоторые разные в разных интеграциях скажем так вот так вот откололся там один состав да и мы попробовали поиграть вместе и я понял что наверное это вариант за который надо хвататься а ты сказал что искал еще и мидера и ты его искал с каким планом с каким планом для себя для себя ну я рассматриваю то что я в принципе могу пересесть на любую позицию при надобности но просто на это уйдет время то есть я ставлю на весы условно что правильнее как правильнее поступить чтобы добиться результата поэтому и рассматривал все варианты но с мидерами тоже очень сложно у нас с этим проблемы на мидер то проблемы в каком плане то есть смотри как это выглядит в глазах аудитории например вот я предвкушаю комментарии на небезызвестном ресурсе условно и в принципе в соцсетях после этого что ты вот часто говоришь что ты не против пересесть что не против найти мидера но каждый раз получается что ты не пересаживаешься что ты не находишь мидера ты говоришь что мидеров например нету но нет устроил бы меня вот и все а вот-вот я к этому я к этому и подвожу а что именно должно тебя устроить в молодом немолодом мидере чтобы допустим он занял твою роль я не знаю мне мне сложно сказать что должно быть условно я могу какую-то дать субъективную оценку тому или иному игроку на любой роли да какое-то субъективное мнение таким образом я там свое время адмирал бульдога допустим откопал а это же ты его нашел я вспомнил а потом он тебя international лишил классную историю так у меня хватает знаний опыта в игре чтобы дать какую-то субъективную оценку игроку вот и когда я увижу для себя пойму что да вот с этим человеком действительно можно добиваться каких-то высот но конечно без проблем я его заберу и попытаюсь сам куда-то пересесть но это не факт что тоже я справлюсь словно с ролью на которую я пересяду то есть тут тоже очень много вещей они под вопросом поэтому понятное дело что я выберу лучший вариант для себя но и мне принципе все равно кто там что думает вокруг потому что мне виднее изнутри вот и я буду поступать как считаю правильно перейдем к фишману фишман и last hero два игрока которые в прошлом году были в той самой команде века squadron с гпк которые чуть либо чуть ли там всех не уничтожили и на интернешнл не поехали вот у меня вопрос пятерка фишман вот ты говоришь мидеров нету я в свое время тоже занимался поиском игроков для панго и просто вот смотрю вообще какие игроки есть каких нету там академического интереса пятерок тоже же нет если посмотреть внимательно очень трудно найти пятерку тем более та пятерка которая еще будет как-то как ты вот говорил там активный то есть давай уточним по поводу нет игроков чтобы люди не восприняли неправильно потому что это возможно как-то звучит немножко высокомерно в том плане игроки то есть просто есть игроки которые там менее опытные или на на про сцене вот есть игроки которые более опытные есть игроки которые слабее сильнее которые там ну понятно что там могут вырасти и стать прям супер крутыми вопросов нет вот но тех игрок и те игроки с которыми можно добиваться сразу результата они в принципе уже играют по командам и вырвать таких игроков ну невозможно я к этому и вел я к этому вел что у нас там есть в снг условно 9 10 команд которые имеются и пятерки и вот образовалась 11 и пятерку она практически ну ей найти очень сложно только если воровать только себя цеплять и в принципе в снг и в это большая проблема по большей части команды смотрят на игроков других команд чтобы урвать этого игрока но согласен вот нужно провести замену тебе либо в папы ти пап паберов искать либо кого-то что-то воровать ну переманивать или там как-то находить подходящий момент чтобы забрать игрока у другой команды так же происходит круговорот не считаешь ли ты то что dota вот люди году умирает например да просто не нравится подожди 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 есть такая фраза dota умирает она имеет два как два подтекста 1 это то что там разработчики что-то делают с игрой такое что из-за чего там падает онлайн или там извини люди теряют интерес к игре или еще что-то второй подтекст это то что игроков новых молодых дарований каких-то и самородков или людей которые там вот прям из ниоткуда появляются их меньше чем тех кто уже играет очень давно и поэтому люди вынуждены постоянно прыгать из команды в команду пробовать с людьми с которыми уже когда ты играл снова пробовать с ними играть ну и так далее вот не считаешь ли ты что именно в этом в этом ключе именно competitive dota потихонечку устареет то есть она теряет подпитку молодой крови сто процентов нет потому что вот я прям вижу нереальное количество сейчас молодых очень талантливых ребят это просто в доте ну как бы молодость или там не знаю молодой игрок не означает игрок будет что он будет побеждать друг неожиданно то есть еще куча других должно быть скиллов там у него развита опыт знаний и так далее опыт знания и все подобное получать откуда-то нужно это непросто кроме того что мы сидели и ты может быть нет а я переживал за наш эллстрик в этот в это время вышел battle pass по у и а потом вас который все ждали что вау-вау сейчас всех порвет дота онлайн будет 20 миллионов человек в день и все battle pass battle pass battle pass на мой взгляд вышел замечательный хороший конечно они его почему-то по ходу меняют то добавили боковую лавку то убрали боковую лавку то добавили боковую лавку то убрали боковую лавку что-то еще там поменяли то есть в процессе уже непосредственно эксплуатации battle pass они его меняют видимо как-то что-то изначально не до конца продумали но это все неважно ты как с battle pass дружишь вообще и там много заданий катакомб всяких героев и так далее а у тебя competitive то есть как вообще проект такие дружат с компендиумом честно говоря никогда раньше ничего из этого не делал даже в прошлых battle pass то есть очень редкие случаи где что-либо делал вот но в этот раз как-то я и сайт-шопом увлекся там все потратил правда его убрали и я поставил голосовые всякие штуки себе поставил и там в общем начал более интерактивничать с этим всем развлекать себя вот и пошел немножко по пещере что-то подделал совсем чуть-чуть и я планирую на самом деле может даже по постримить поиграть какими-то пещерными героями там на центральную линию поруинить игры людям донатил какой-то уровень донатил 485 донатил конечно да может даже больше уже то есть клопу ты уже да я уже не играет лавана не играть и как тебе клопа там мнение разделились мне очень понравилось мне очень нравится но она прям ну прям новый герой то есть я играю и мне нужно привыкать заново к анимациям к тому как она себя ведет двигается в тому что это отвлекает мой глаз потому что она играл на этом герое огромное количество игр вот а второй стиль клопы мне кажется это немножко перебор я конечно еще ну понятно его надо открыть это немножко перебор она уже прямо на клопу не похоже мне кажется это может быть даже немного лишнего но посмотрим как она будет не хочу загадывать хорошо что там кликаешь ты же играешь что ли я зашел как раз клопой в домом а плетка как тебе это думаешь подходящие прикольная я давно хотел сет на клопу вот если у меня есть свет на пуджа я хотел сет на клопу я уже даже начал там с кем-то делать его не на чем-то мы остановились и забросили вот и у меня сети на клопу как раз тоже должна была быть плетка то есть я хотел чтобы была плетка и она была похожа на такую суккубу то есть вот в принципе только сейчас выглядит аркана ну мне нравится то есть прикольно если тебе нужно выбрать что-то между плюшевым пуджом вернее не что-то выбрать между плюшевым пуджом и этой арканой и больше ты ничего не можешь иметь чтобы ты выбрал да я увижу хотя бы пуджа чтобы выбирать так несчестно то есть ты даня пудж еще что-то все ты неправильно ответил на вопрос идем на следующий идем на следующий вопрос там кстати по поводу компендиума еще два у меня есть момента первый призовой фонд интернешнл а уже 15 миллионов долларов и это за месяц до если не ошибаюсь месяц же уже добыт в пасс или меньше я уже забыл это нормально по-твоему хороший рост конечно хороший а чё ты так радуешься ты думаешь что там будешь играть конечно все вопросов больше нет и второй вопрос это больше не вопрос а обращение к господину витте гадханту от меня вот ты создал гильдию battle tots называется правильно что молодежь возможно даже сразу и не поймет что это только для таких стартеров как мы с тобой понятно что такое battle tots но вот в гильдии есть товарищ витя гадхант витя у тебя ноль очков в гильдии за все время ее существования витя соберись пожалуйста и люди которые это услышали не позволю нас пожалуйста да да люди которые это слушают пожалуйста напишите нам в твич-чате twitch.tv slash godhunt по моему у него твич витя качай гильдию вот пожалуйста будьте добры потому что витя бездельничает витя соберись пожалуйста хорошо идем дальше я не могу к сожалению не очень хорошая история но я не могу они не сказать потому что там при участник этой истории наш недавний тиммейт твой вернее недавний тиммейт искалибу вот которая произошла между ним и и лтв и горьком которая лично меня повергла тикое удивление потому что я дважды или трижды уже пересекался с лтв и у меня не стакается то что я с ним только каким я видел этого паренька и вот то что он там в паблике сказал стива ты знаешь эту историю да я видел как ты думаешь подобные вещи что с ними надо делать вот вот как с этим бороться я не знаю но просто стив говорит что вот мы видим они на нас бегут но ты в тильте и не играешь в игру это я так вольно перевел ты проиграл нам игру то есть он говорит игорю ты проиграл нам игру я не знаю почему ты считаешь мы переформили их когда мы их не переформили просто вот он его как бы обвинил в поражении конкретно лтв на стриме что лтв естественно ему я не буду цитировать вот ну ты понял принципе что я могу сказать по этому поводу что чтобы там сделать какую-то какую-то супер грамотную оценку да нужно пересмотреть всю игру на стриме и тогда можно сделать как-то супер грамотную оценку но чего сто процентов не должно быть это когда люди переходят грань то есть есть какие-то все недозволенные вещи которые нельзя переходить то есть там связанные с расизмом или не знаю родителями или еще чем-нибудь таким то есть тут нельзя себе позволяет переходить грань должны ли в элф как-то подключаться ведь как многие люди пишут райты за такое баня вроде как райты а что должны делать в элф ничего не нужно делать надо воспитанием работать то есть самой организации не знаю кому организации родителям жесткий ответ еще один момент недавно айсберг бадян давал интервью в котором он сказал следующее и это просто возвращаемся а ну ка старые деньки dot of ski wings подрались на саммите а потом выиграли ти ай вот то есть а сами-то как правило летом же вроде когда за ме по за пару месяцев интернешнл проводится да 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 я не помню когда они подрались ты там был я не помню где они там дрались но я просто об этом слышал ну да я там был вот как ты вот во первых были ли на твоей памяти истории в твоей команде твоих командах составах чтобы люди подрались вот и вообще вот до такого доходило что люди в такой атмосфере я пытался ребята я пытался выводить информацию но вот в целом команда дерется между собой если верить бадину и его источником команда дерется между собой а потом выигрывает ти это нормально абсолютно нормально конечно то есть в принципе в условиях нетерпимости друг другу какой-то выигрывать большие турниры можно даже наоборот вы плюс когда ты выплескиваешь эмоции как бы и вы это проходите вместе то после вы можете наоборот стать крепче друзьями там и так далее кому она это в жизни везде происходит с не только в дота команды ты когда после не раздрался ой не спрашивай никогда наверное да не помню не какие каких-то дотеров я бил когда это было было желание еще парочку но и ладно тут недавно вилат скидывал фотку где ты шкет малолетний не когда шкет я нарывался подожди 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 вилат выложил фотку где ты малолетний шкет показываешь камеру средний палец так это плохо кстати это с тобой никак не стакается я всем средний палец сюда показывал что плохого то то есть для меня это веселье не злоба а вот оно что хорошо ладно тут буквально пока мы с тобой болтаем шорох наводит playstation у тебя дома есть playstation нет у меня дома нету playstation и я не совсем в этой движухе теме разбираюсь и никогда не окунался в это все дело то есть я понимаю что много кто прям фанатеет по этому всему много времени проводят за консолями вот но я в принципе только за компьютером практически то есть ты не консольщик и шатал трубу всего этого дела консоль это вот она более принята в каких-то других местах я не знаю вот реально ну хорошо сейчас она уже более набирает актуальность уже много людей знаю там имеет консоли дома например ты я не пользуюсь я играю только фифу и смотрю там видишь ты такой псевдо консольщик и twitch смотрю еще нет просто когда я сел за шутер на консоли по моему это была игра по звездным воинам что-то там надо бегать и мечом драться понравилось я честно признаться не могу до сих пор понять и никогда наверное не пойму возможно я слишком не геймер в этом плане как можно играть в шутеры на консоли для меня это большая загадка как люди учатся на джойстике играть не хуже чем на мышки шутеры это с это надо и мне кажется иметь большой большой талант какой-то я не могу справиться с прицелом мне поэтому фифушку подавай всякое такое где нужно ну где джойстик реально джойстик тащит где-то вот есть игры которые на консоли ты лучше будешь играть чем на канал пока ты меня вот просто удобнее просто кайфове но шутер играть фортнайт какой-то бегать там что-то делать ну посмотрим какие игры теперь будут на этой новой соньки и там уже можно будет подумать стоит ли нам брать или нет единственное чего я ловлю кайф в песке это когда я сейчас у hyperx вышли наушники которые я ждал 20 лет чтобы их сделал кто-нибудь беспроводные которые работают 20-40 часов там вот в этом фишка 24 на 7 без него там не в этом не в этом не в этом суть не в этом суть я их могу и компу подключить и playstation подключить потому что я не я например не включаю консоль вечером потому что я на сидит там что-то делает за компом а если я включу консоль она будет шуметь играть я буду ну или там ну просто бесит или там даже кино захочу посмотреть получается шумно громко и так далее я просто эти наушники по блютусу подрубаю и смотрю и играю в пску спокойно совершенно по наушникам ну может быть как-то до этого люди так делали тоже но мне кажется что больше по шнуру это делалось а сейчас я просто по блютусу подключил сижу играешь как том что их не надо заряжать то есть в этом-то фишка нет их надо заряжать надо заряжать но ты их заряжаешь абузом а ты можешь их на станцию кладешь кладешь даня кладешь они ложишь секундочку ты кладешь их на станции зарядную идешь спать когда ты идешь спать ты кладешь их на зарядную станцию ты просыпаешься и на весь день они у тебя работают ты неправильно обузишь эти наушники если что как и как как ну смотри вот ты сидишь за столом да спокойно побазарил и так далее просто встал пойти за ну там выйти на улицу погулять и поставил вернулся и интересно у меня они ниже 90 процентов заряда в день никогда не опускаются потому что я встаю со стола и сразу ставлю их на эту штуку я тоже так делаю я к чему начал еще мы пошли про наушники я имею ввиду что консоль для меня приобрела большую актуальность когда я смог на ней работать с беспроводными наушниками вот если есть беспроводные наушники по типу этих а сейчас еще ведь эти беспроводные джойстики на консоли так они давно уже мышки и уже джойстики вам давно беспроводные а вот с ушами были проблемы я вот не мог найти нормальные уши беспроводной и а вернем окну они стоят пипец а эти хоть плюс-минус доступные еще приятно вот что хорошо ладно в общем playstation 5 ты покупать себе не будешь правильно ты не загорелся желанием купить себе playstation 5 да пока никакого у меня вот и как-то не на хайпе совсем не на трендах совсем-совсем не на трендах ты недавно засветился в инстаграме ума в своем собственном инстаграме ты вышел ночью из какой-то машины о которой мало кто знает и я в том числе что за машина непонятно вышел из машины очевидно у макдональдса что уже плохо даня какой макдональдс о чем вообще-то ночью где еще ночью вообще есть нельзя и откройте секрет ладно ты засветился в инстаграме где-то выбежал на улицу в карантин который пока еще никто не отменял выбежал и стал танцевать с какими-то ночью с пьяными один из них мой сосед но это не делает его третку вот и ты при этом был мало кто это заметил возможно но я заметил потому что я был обескуражен ты был в толстовке бейт о май какой же ты откуда откуда у тебя такая крутая толстовка вообще и почему у меня ее до сих пор нет это пробная версия толстовки и она кстати очень хорошего качества что мне очень понравилось хорошего качества это хлопок или что я честно говоря не знаю что это просто хорошего качества как ты определяешь хорошее качество я трогаю и надеваю на себя если мне приятно к телу не просто понимаешь ты должен понимать почему я так скетически спросил потому что я с тобой вижу часто в последние полтора два года так уж получается и я тебя не видел никогда ни в чем кроме кофты esl который ты наверное получил 10 назад а у меня даже и две по моему разных между прочим так что вот теперь есть вторая кофта наконец которую можно сможешь носить смело но я бой не мне даже не прислал я в баскетбол в этом костюмчике хожу тупо играть мне вообще никто мерч не присылает вот саня делает мерч раз рапирка 2 рапирка александр юрьевич а у меня нет экземпляра так вот как с вами жить на одной планете что вы за люди такие хорошо исправим исправим конечно мы проиграли квалификации а тебя еще при этом из-за додосили ой да давайте расскажу вам про додос значит тебя за додосили один раз точно когда мы играли против дай бог память я расскажу давай расскажу ну давай значит играем мы против в один день против играли мы с экстремом после первой игры у меня под только доиграл дропается интернет чтобы вы понимали у меня очень редко дропается интернет дома вот за последние не знаю 8-10 лет интернета который у меня дома стоит ну падал не знаю пару раз наверное здесь он вдруг неожиданно упал я конечно разнервничался сразу там к ним на сайт захожу там все телефоны обзваниваю никто нигде трубку не берет то есть у них сайты лежат трубку никто не берет в провайдере вот понятно что они за офис их закрыть на карантин туда же смысла ехать нет и в итоге ну как бы все я без интернета да у меня есть запасной интернет но он очень плохой и есть 4g интернет lte но он тоже плохой то есть это не играбельный интернет для компетитив вот я значит пока думал что делать вы начали там из искать замену нашли спасибо вижу что выручил взяли замену а я тем временем быстро собрался взял такси поехал к другу домой со всеми девайсами чтобы если мы вдруг проиграем вторую игру а я надеялся что мы выиграем даже без меня принципе без меня должны были вообще разорвать да и приехал быстренько к другу спасибо лёша что выручил вот у него там все быстренько подключил настроил и был готов к третьей игре вот доиграл третью игру приехал домой но и уже ночью появился интернет я конечно расстроился что такая тема произошла и подумал что он блин не дай бог еще раз такое произойдет вот второй на следующий день мы играем с кем мы там с викингами вот вторую серию и после первой игре после первой игры во второй игре в середине игры уже в этот раз не между играми в середине пропадает интернет и тут я понимаю что к лёше я уже никак не успею потому что мне к нему там 15 минут добираться вот и я вспоминаю что мой сосед ваха который кстати вот на видео он там танцевал это он танцевал слева или справа какой слева 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 ваха так он говорит вот заходи ко мне у меня новый компьютер там туда-сюда но я бегом сразу к нему там надо было там дорогу перебежать сидела со всеми девайсами подключился то есть спасибо викинг опять же что нас подождали захожу играть и короче вот единственно что там компьютер то у него может быть нормальный но монитор у него олдскульный то есть там разрешение 1600 на что-то там и 60 герц я не знаю сложно наверное людям понять что разница между 144 герц и 60 герц но уверяю вас она огромная вот потом там интернет так как у нас была гроза он тоже у него логал но у него интернет не оптоволок но простой такой гроза или додос все-таки он была гроза но во второй день я не знаю что было додос или нет в первый день точно этот додос потому что ну я показывал даже скриншоты потом от провайдера провайдера да а во второй день я не знаю додос или нет но просто совпало вот именно с моими играми при том что за 10 лет там практически никогда на это не падал очень подозрительно такое чувство что ставочники тут пошли в бой вот и значит я у соседа 60 герц монитор там разрешение не то все настройки лоу там стоят пинг пишет что 80 но где-то дилей там секунда полторы то есть видно еще сверху какая-то не знаю неразбериха плюс потеря пакетов робовосят все в дискорде я бегаю на эмбер спирите которым типа надо что-то там нажимать нажимать микрить пытаюсь давать какие-то там фисты чины и просто я подбегаю на раньше фистов даю фисты чины проходит полторы секунды герой выбежал у меня чины куда-то летят типа в молоко фисты в молоко в общем так вот игру доигрывал понятно что но обидно очень потому что чувствую что если бы этого не было возможно я бы мог больше повлиять на игру со своей стороны там больше колить и так далее потому что и было очень некомфортно ну давай бомби приветы пожелания благодарности кому чего хочешь сказать привет всем кто нас слушает кто нас поддерживает огромное количество позитивных теплых слов пришло и после побед и даже после поражений при том что мы не прошли очень все равно приятно что очень много людей поддерживает то есть прям огромный всем респектос вот спасибо райвали спасибо hyper x за классный вот у меня стоит здесь шикарный просто этот микрофон красный глух всем спасибо рэбзи топите смотрите поддерживайте не нравится не смотрите хейтеров тоже люблю без вас вообще знаешь новость на cyber спорте я даже процитирую хоть и не хочется но она уж слишком была смешная блин придется листать дурацкий сайт прямо так сейчас просто она прямо так красиво было написано вот бэйт и спортс провела карту против экстремум без дэнди и проиграла о май всем спасибо ребят всем до свидания о май всем